Судья Минского района сегодня огласили приговор иному Исмаилову. Его обвиняли в убийстве 24-летней Екатерины Сачковой. Однако теперь долю условности в этом деле, кажется, можно убрать. Суд признал Исмаилова виновным в расправе над девушкой и отправил гостя из Таджикистана за решетку на 18 лет. Хотя сам осужденный с вердиктом не согласен и надеется обжаловать приговор. По версии юноши, суд в его отношении был слишком суров. Исмаилов уверен, что он задушил девушку случайно во время ссоры. Также суд признал Инома в краже вещей Сачковой после убийства и денег с ее банковской карты. Путем частичного сложения наказаний по правильности преступлений окончательно назначили Исмаилову и Иному Брагимовичу наказание в виде 18 лет лишения скули. Отгуваем наказание Исмаилову назначить исповедельно колонии условиях усиленного режима. Очень тяжело было сам этот процесс, сам суд. С самого начала как-то все пошло было в одну сторону, не устраивавши. Но потом как-то это все стало на свои места. Конечно, суд очень квалифицированно хорошо это все привели. Но и приговор. Разве можно сравнить все приговоры с потерей дочери? Напомню, Екатерина Сачкова пропала в конце июля прошлого года. Незадолго до этого осужденного и его жертву связывали романтические отношения. Известно, что после убийства тело несчастное Исмаилов погрузил в арендованную машину и вывез из Минска Бешенковический район. Именно туда, где жили родители Сачковой. После чего долгое время сам участвовал в поисках девушки и даже звонил родным Кате и интересовался ходом следствия. Отмечу, что никто из родственников подозреваемого в зал суда не пришел. По неподтвержденной информации близкие отказались от своего отпрыска. Подробности смотрите вечером в программе «Зона Икс».